друзья всем привет встал я перед выбором покупки рубанка свой частный дом для общих бытовых нужд ну так что-то подстроить где-то что-то поставляет немного выбирал именно ручные рубанки смотрел на сайте все инструменты рубанки в диапазоне там 600 700 800 рублей отзывы почему-то вообще нелестные говорят что очень коревое качество плохое нужно делать дорабатывать и потом обратился к вита и о чудо нашел очень интересные варианты и давайте посмотрим я их уже приобрел еще стамески смотрите меня меня интересовал больше такой рубанок потому что такую рубанку моего отца и маленькие это советские рубанки советские рубанки друзья качество понимаете да советская все знают я думаю какое было какая станина то есть он вообще идеально ровный отличный рубанок и вот такой вот маленький смотрите по цене значит это у разных продавцов покупалась это отдельно это отдельно в общем вот это все вместе с тремя стамесками я взял за 300 рублей то есть 250 рублей просили за рубанок вот этот и 50 рублей вот за эти три стамески ну думаю 50 рублей за три советские стамески думает нормально конечно не знаю пригодятся нет ну тут у даже от маркировку стали я нашел я стал их не особо понимаю но что-то чё-то 35 60 mc60 х или к или цена что-то 60 копеек в общем какие-то клеммы здесь вот тоже это виду же посвежей страшненькие стамески ну ничего как бы мы отложим это это нас сейчас не интересует итак друзья вот такой рубанок всего лишь 250 рублей за совковый рубанок ё-моё а вот за этот я отдал смотрите просил из него человек 300 другой продавец но у него болтаются эти ручки болтаются ручки а я ему сказал что как бы что это большой минус и забрал его за 200 рублей такой маленький рубанок очень удобный кстати здесь я заметил что нож еще задом наперед стоит перевернут а это все решается легко это все подтягивается вот этими гайками двумя я немножко вырызнул снова дыхе это просто и легко подтягивается гайками это все решаемо друзья вот так вот видите вот такой вот инструмент очень интересно конечно кто-то когда-то в далеких-далеких годах покупал его для своих каких-то нуж для строительства а потом видите стал не нужен продавали кстати люди которые наверное не знают им цену потому что вот этот рубанок продавала женщина видимо от мужа может от отца остался этот рубанок продавал молодой парень совсем тоже там полно инструментов всякого но меня рубанки только интересовали так что вот за это все я отдал в получается 500 рублей 2 рубанка и еще три стамески стамески подправлю тоже пойдут вход друзья хочется придать вид освежить все это в общем я их разберу почищу покрашу хорошей красочкой и у нас они будут новенькие свеженькие красивые не будут выполнять свою работу и будут служить я думаю мне еще долго 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 разбирается это все легко то есть как бы вот это ну понятное дело это все откручиваем нож пожалуйста ножи все подправим заточил хотя вот этот нож вполне все острая я думаю что он даже будет снимать наверное так подождите как сделать то я думаю что он даже с ногтя будет снимать да да нож очень хороший пожалуйста видите то есть он снимает ноготь он острый вот на этом нож подправим так вот здесь вот стоит винт я туда вода вода их тоже брызнул это это же часть просто откручивается вот так у нас так в таком формате сейчас вот это открутим футболка футболка он он farmers Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, что у нас получилось после продолжительной чистки? Здесь болгарки, насадки на дрели Здесь самодельный пескоструй, где в труднодоступных местах В общем, было все почищено Вот эту подошву так, без фанатизма, тихонечко мягкой щеткой Чистил немного ржи, осталось, ничего страшного Не буду усерстывать, потому что можно немного испортить Она прям ровная, вообще идеальная Вот здесь вот тоже, что смог, вычистил Что нет, не стал Здесь вот это не грязь, смотрите, это отливы То есть вот эти пупырки Это отлив металла Но прежде чем красить Нужно сделать риску Чтобы краска у нас хорошо держалась Поэтому я вот возьму наш датчик 320, наверное И все это зачищу, все детали То есть сделаю риску, чтобы у нас Лакокрасочное покрытие держалось очень хорошо и долго Итак, друзья, детали у нас подготовлены к покраске Точнее, к грунтовке Значит, шкурочкой мы их почистили Риску набили, обезжирили обязательно Ну, ножи вот так вот просто забил в деревяшки Все равно кромку режешь, что там красить не надо И вот развесил здесь у нас еще детальки Где отверстие под гайки, я их сразу заглушил болтами Чтобы потом резьбу не прогонять Друзья, красить будем двухкомпонентной краской Давайте покажу Можно, конечно, было залить все это из баллончика А бы как Ну, краски из баллончика, знаете, они Они держатся очень плохо Поэтому будем использовать Так, делаю бесплатную рекламу, короче Двухкомпонентный грунт я покрашу И также двухкомпонентную краску У меня оставалась зеленая краска Так, где-то, где-то, где-то Так, вот, значит, банка Вот такой красивый зелененький цвет В общем, сегодня загрунтуем Сейчас только разбавить нужно, правильно? Здесь, к сожалению, даже один к скольке разбавляет нее Один к четырем, наверное, скорее всего Так, что он Галактика Наталь cup Оkich Продолжение следует... Д栓 меньше итак друзья что получилось после грунтовки грунт у нас все засох ну немного почему-то легкие точки но ничего где то есть где то нет так дальше я не буду все детали красить я не буду красить ножи черный их оставлю в грантовке и вот эту деталь тоже остальное вот это у нас под покраску зеленый тоже двухкомпонентный эмалью автоэмалью и я думаю черный зеленый будет считаться хорошо ну правда здесь ручка серая конечно не очень так друзья чуть не забыл перед покраской нам нужно грунт заматировать берем скотч брать и вот так вот просто делаем матовую поверхность еще друзья почистил вот эти деревянные детали здесь немного был скол маленький вот я эти приклеил щепочки эти назад наждачка чистанул конечно покрыть бы лаком тем более здесь такой лак был советским конечно вообще но растресканный плохой но очень слой толстый очень хороший то есть здесь вот вот это отверстие чтобы он не крутился упор здесь на чего уже гнить видеть да вот черный гниль уже пошла поэтому ну вот такие вот мелочи можно конечно залить эпоксидкой со стружкой все это вытянуть ну я не буду заморачиваться уж таким мелочами сейчас мы его пропитаем пропиткой пропиткой вот эти цели хороший хороший какой-нибудь хорошо пропитаем и все будет замечательно насадил на электроды наши детали я их опущу сюда опущу и подержу прям достаточно продолжительное время может где-то может часок может минут 30 не знаю чтобы они основательно пропитались потом излишки просто тряпкой уберу вытру и все бы замечательно пропитка кстати антисептическая никакой грибок никакой плесень в ней уже образовываться не будет так все вставляем сейчас крышечкой еще прикрою и пускай стоит и у нас остаются еще пластмассовые ручки вот с ними конечно уже загрузка будет вот сейчас растворителем попробую всю красочку очищу вот эти риски царапины не знаю принципе агрессивным растворителем можно тоже попробовать смазать можно попробовать феном но с пластмассы я как-то особо не работал сейчас попробуем сначала растворителем потом да 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 а и и и Итак, друзья, почистил растворителем Сначала по 12 акрилам пробовал, не берет Потом 646 мелкой наждачкой Все-таки краску я оттер И потом, как видите, полирнул войлочным кругом Но очень нужно аккуратно, на очень маленьких оборотах Потому что, вот, допустим, в этом месте, видите Сразу горит пластмасса Чуть лишнего даже углом просто попал А так хорошо продается глянец То есть понятно, что риски как бы они остались Вот особенно здесь, да, здесь от проточки, наверное, даже заводской еще вот эти риски Риски остались, но все-таки вид уже изменился Такой более глянцевый стал Меня устраивает, в принципе, конечно, далеко не идеально Но намного лучше, чем было Нет краски и такой более глянцевый, более уже интересный цвет Все, пойдет, это оставляем так Ну что, друзья, детали все готовы Давайте посмотрим, что у нас получилось Так, немного я смотрю Может камера искажает свет, может так на дисплее просто Итак, покрасили рубанки Смотрите, здесь слоев 6, наверное, краски Двухкомпонентная краска Вот почему я, не знаю, говорил нет Использую двухкомпонентную для таких вещей Потому что она, когда затвердевает Становится очень-очень плотная, очень твердая Покраска, в принципе, удалась, так скажем Ну, здесь немного пыль уже запылился, пока лежал Там я еще сторгал Так, вот у нас подошва, немного я шлифанул Отлично Давайте дальше посмотрим Так, вот у нас маленький рубаночек Уже даже пыль налетела Ну, в гараже работал Так, ну, это у нас ручки Как бы здесь ничего особенного Так, вот, пожалуйста Очень хорошо легла краска Хорошо все высохло И сейчас мы будем это собирать Так, вот у нас, пожалуйста, смотрите Это у нас деревянные лакированные детали От маленького рубанка Не идеально, конечно Но служить и жить это будет еще долго Я уверен Так, вот, пожалуйста, детальки Так вот 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 так Вот 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 и так Давайте не будем путать Что у нас от маленького, что от большого Так, отдавал я Подправили ножи Смотрите Очень хорошие Очень острые Вообще просто потрясающе Потрясающую заточку Мне очень понравилась Профессиональная такая Это у нас от ножа прижимная планка И винт Ну что, друзья И начнем сборку Смотрите Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Ну что, друзья, давайте посмотрим, что у нас получилось. Вылет ножей я пока не выставлял. Это просто финишная, так скажем, сборка. Мне нравится, я не знаю, как вам, но мне лично самому себе моя работа нравится. Это главное, как говорится. Вот такие хорошенькие у нас получились рубаночки. Вот так вот мы их освежили, придали новый вид. Мне на самом деле очень приятно, я очень доволен, что у меня в мастерской теперь будут вот такие два хороших советских, советских, что самое главное, инструмента. Может, конечно, зеленый здесь не очень сочетается с древесным, но во всяком случае намного лучше, чем было. Ну все, друзья, всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Оставляйте ваши комментарии, конечно же. Всем пока. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok